приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам и народному календарю на 16 июня поговорим о том что можно делать в этот день что ни в коем случае нельзя делать а также друзья уделим внимание карте дня аффирмации которые мы рекомендуем вам произносить и конечно же немножко удели внимание лунному календарю далее все более подробно в этом видео 16 июня православная церковь вспоминает святого мученика лукиана бельгийского он жил в риме и поначалу лукиан был язычником а уже после знакомства с апостолом петром принял христианство после прощания со своим наставником лукиан отправился проповедовать православие в самый центр италии со временем был удостоен даже звание епископа позже мученика лукиан отправили нести свет православия на запад но уже в скором времени лукиана поймали после того как римский правитель домициан издал указ в котором говорилось что все кто отказывается совершать жертвоприношения нужно связать и казнить такой была жизнь доблестного честного и смелого святого в то время данный праздник можно было встретить с такими названиями как день лукьяна ветренко лукиана день лукьян лука ветреник лука ржаной разницы не было это все был один и тот же праздник который отмечали наши предки 16 июня название дано праздника как ветряк и назван так потому что по направлению ветров сегодня судили о будущей погоде и урожае в этом сезоне в этот день традиционно наблюдают за погодой еще с детства детям говорили что на день луки она не ложись спать рано 16 июня обращались к ветру для того чтобы попросить благоприятные и своевременные дожди люди старались приглядеться и вслушаться откуда же сегодня дует ветер восточный или южный ветер дует то говорили о том что у яровых либо будет отличный сезон северный ветер даст ясный и благоприятный день прохладный ветер который пронизывал ду мурашек скорее всего к сильному дождю или даже граду южный западный или юго-западный к скорому ненастью а все северные ветра рассказывали о дождливом лете и умеренной температуре уверяя людей что засухи не будет уж точно сегодняшняя гроза сулила плохой уборки сена а если целый день шел дождь и не переставал то у грибов будет море детей была еще одна забава они вспоминали и спорили какого цвета бабочки первыми вылетели весеннюю пору красные или белые если решали что это были красные бабочки то считалось что лето будет богато на мед и сладости а белые бабочки молока будет много дождливое лето говорила о снежной холодной и морозной зиме утренний туман нежно ложился на воду водоемов говорили наши предки что будут ясные и приятный сегодняшний день крик сов означал что совсем скоро начнется плохая погода на дождь и непогода 16 июня многие вели себя очень странно птицы купались в пыли мы будто тоже вытирались об землю лошади много ворчали а людей целый божий день клонила в сон сегодня был отличный день для тех кто собирался сделать колодец и искал воду поблизости праздник святого лукьяна стоило взять из дома любую сковородку на землю где хотели рыть и искать воду клали ту самую сковороду только обязательно перевернутую спустя пару часов наши предки наблюдали если на сковородке собиралась немного влаги то это был приятный знак и что говорилось о том что там есть вода и можно продолжать начатое дело сегодня могли появиться первые ростки у раннего картофеля народ безумно радовался такому событию ведь это означало что в этом сезоне будет шикарный урожай который не даст голодать работающим на огородах семьям целом 16 июня запрещалась работа по дому и на огороде люди старались в этот день сходить в храм собраться с семьей на прогулку заняться незаконченными делами но это обязательно было после того как скот был сыт сегодня лучше не посещать торговые центры и рынки либо задаться целью не тратить большие суммы денег не совершайте быстрых и резких покупок а особенно необдуманных всегда советуйтесь и имейте рядом того кто сможет вовремя отговорить или подсказать вам день сегодня будут безумно обманчив и решение могут быть зачастую неправильные перед походом куда-либо пересчитайте свои деньги чтобы знать на что конкретно вы можете рассчитывать и что позволить себе а второе обязательно пишите заблаговременно список того что вам необходимо купить в этот день так вы точно не потеряетесь и всегда будете в курсе с какими возможностями и по каким нуждам вы направляетесь в магазин 16 июня не стоит отказываться от интересных или спонтанных предложений не бойтесь брать новые проекты помогать друзьям пробовать что-то новое день будет сам сам к этому располагать и возможно даже сам предлагать вам что-то поэтому не упускайте свой шанс у вас все сегодня обязательно получится а вот что касается свадеб то это событие желательно перенести сегодняшний день далеко не самые благоприятные для такого события к этому мероприятию относят и обычные гуляния большие застолья с обильными яствами и выпивкой выпивать сегодня запрещено было строго-настрого считалось что такое могло сулить большой ссорой конфликты которые пробыли в этот день из-за разных при этом ситуации могли стать причиной расставания запрещено было в этот день стричься красить волосы поэтому поход к парикмахеру желательно отменить запись купаться в открытых водоемах водоемах также сегодня не стоило в противном случае можно было заплыть сильно далеко после таких купаний люди пропадали в те времена поэтому если и ходили на речке и моря то убрали с собой обязательно друзей и подруг которые готовы были подстраховать и заодно создать отличное настроение на этот промежуток времени люди которые родились именно 16 июня очень ветреные дома удержать их к сожалению почти невозможно а вот в качестве своего талисмана мудрецы советовали брать изумруд именинниками 16 июня были следующие имена denis дмитрий кирилл клавдий макар павел семён софья и ульяна также в этот день нельзя было направляться против ветра иначе он надует вам проблемы со здоровьем и прочие невзгодные в случае того когда поток ветра дует вам прямо в лицо сверните во дворы или же читайте молитву про себя также когда на улице подул ветер уберите с головы плохие мысли они могут сбыться поэтому контролируйте то о чем вы думаете во время ветра когда вы находитесь на открытом воздухе не стоит лезть в карман где есть деньги доставать свои накопления отдавать их кому-либо иначе считается что именно ветер сдует ваши финансы также как мы уже сказали в этот день ни в коем случае не носите с собой крупную сумму денег иначе столкнетесь с финансовыми неприятностями также на улице ни с кем не делитесь вашими планами на ближайшее время или же сокровенными тайнами ветер разнесет их а это значит что все узнают о ваших скелетах в шкафу а планы не воплотятся в жизнь также не стоит рассказывать сюжеты своих снов хорошие вряд ли исполнится вот плохие точно сбудутся не стоит в этот день занимать деньги равно как и давать в долг данные финансовые операции приведут к тому что очень скоро вы можете потерять благосостояние и вообще окажетесь на мели поэтому также постарайтесь в этот день не разливать воду потому что наши предки были уверены в том что вместе с жидкостью утечет и удача этого дня также обращаем ваше внимание что в этот день нельзя отказываться от интересных предложений если вы упустите шанс проявить себя то фортуна может отвернуться от вас далее друзья давайте посмотрим на карту этого дня на 16 июня и так друзья карта нам выпало именно луна вы знаете это говорит о том что в этот день вас ожидает неясная какая-то и не определен не определенная ситуация возможно из той ситуации которая вы в прошлом не решили вам придется вернуться в прошлое поэтому есть вероятность попасть под влияние собственных и чужих заблуждений также сегодня будет хорошее время для работы со своим воображением и созданием иллюзий обращаем ваше внимание что в этот день вам нужна ясность и искренность и постарайтесь в этот день все расставить по своим местам анализируйте происходящее и пытаетесь сделать выводы из своего прошлого потому что все непонятное обретает смысл и форму под лучами солнца вашего внимания и осознания и 16 июня на протяжении всего дня старайтесь говорить следующую аффирмацию которая вам поможет в жизни озвучит она следующим образом мне легко понимать скрытый смысл ситуацию у меня светлая голова и светлые мысли для меня все тайное становится явным далее друзья у нас с вами лунный к календарь уже на 16 июня и так друзья у нас с вами по лунному календарю ожидает 17 и 18 лунные сутки убывает следующая луна в знаке зодиака козерог обращаем на это ваше внимание сегодня знаете вот будет такой день для общения для радости для встреч и особенно благоприятно будет первая половина дня по лунному календарю потому что будет энергия на подъеме и любое творческое дело будут идти на лад однако следует тщательно контролировать свои силы и энергию потому что не все могут выдержать значительную переменную ритма сегодняшний день переполнен положительной энергией наиболее чувствительные люди могут получить важные до своей жизни откровения которых они ждали уже давно по этой же причине есть вероятность например судьбоносной встречи в этот день которая счастливит вас удачным браком так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день также это энергетика этого дня плодотворно и для творческих начинаний так что у вас есть прекрасная возможность самовыражения которое закончится небывалым успехом только направьте энергию созидательное русло и вы станете автором настоящего шедевра который удивит и вас самих и даже окружающих что же касательно стрижки волос то не нужно бояться никаких манипуляций с волосами можно сказать для этого этот день и предназначен та же самая простая стрижка принесет вам много пользы но если вы решитесь на смену имиджа то точно не пожалеете будьте смелее попросите сделать вам такую прическу которую вы давно хотели парикмахер поделиться с вами советами по укладке вашей новой стрижки что сильно упростит ваши утренние сборы на работу в будущем также обращаем ваше внимание что химическая завивка или кератиновое выпрямление также пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид полностью обновившись сходите повеселиться с друзьями но даже в такой чудный день будьте осторожны завистники могут вас сглазить что же касательно окраски волос то окраска волос натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит отношения с близкими людьми также постарайтесь в этот день например друзья будет хорошо если вы заплетете косички и таким образом вы сможете привлечь изобилие и достаток в свою жизнь а также обращаем ваше внимание что в этот день друзья возможно если есть возможность то спланируйте таким образом чтобы этот лунный день все-таки остался свободных от всех основных дел потому что он предназначен именно для именно активного отдыха вот такой друзья у нас с вами будут лунный календарь на 16 июня с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь ставьте лайк и друзья мы с вами услышимся уже буквально в следующем видео